Добрый день! Я рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня у нас тема, как заквасить капусту. Я вам покажу рецепт квашеной капусты, наш семейный рецепт. Как он называется? Можно сказать, крестьянским способом. Потому что это мама моя так делала, бабушка. И я для квашения капусты, я буду делать 4 кг квашеной капусты. Квасить её вот в такой вот кастрюльке. Если вы хотите меньшую порцию, можно в трёхлитровом бутле. Это где-то примерно 2 кг надо будет капусты. Но я вам рассказываю рецепт на 4 кг капусты. Потому что у меня капусты идёт много, особенно на Рождество. Берём мы для 4 кг капусты вот 2 таких средних кочанчика. По 2,5 кг отойдёт здесь кочерыжка. И будет примерно 4 кг. Я здесь уже нашинковала, чтобы ваше время не занимать. И вот отрезаю кочерыжку. У меня было 2 кочанчика капусты. 1,5 кочанчика я нашинковала. И вот половинку я просто показываю. Можно шинковать ножом. Можно шинковать шинковочкой. У меня старушка, подружка моя выручает меня уже лет 15. Можно в комбайне. Кому как удобно. Разрезаем кочан капусты. И шинкуем. Квашеная капуста очень полезная. Вот какие витамины вот сейчас в свежей капусте, после ферментации, после квашения, они не теряются. Витамин С сохраняется. Поэтому она очень полезна и при язве желудка, и при атеросклерозе. И очень полезна людям, которые решили похудеть. Конечно, увлекаться квашеной капустой. Есть одну квашеную капусту нельзя. Потому что есть противопоказания. Такие как, допустим, если есть люди, которые квашеную капусту, как основное блюдо, кушают каждый день. Это вредно. Надо кушать в меру. Любой полезный продукт, если его и злоупотреблять, он будет вредным. Поэтому, если много будете кушать квашеной капусты, у неё есть такие вещества, которые блокируют функции щитовидной железы. И людям, у которых проблемы с щитовидной железой, нужно с осторожностью употреблять капусту. Это у нас пойдёт на дно. Поэтому, вот так. Капуста очень полезная и всё очень полезное, но в меру. Нашинковали мы 4 килограмма капусты. Теперь для 4 килограмм капусты нам понадобится 100 грамм соли. Из расчёта 25 грамм на 1 килограмм. На дно я буду квасить вот такое малярованное кастрюльки. На дно кастрюльки я кладу 2 лавровых листика, суп 15 перца горошка. Ну и вот и всё. Все компоненты. Теперь пересыпаю солью нашу квашеную капусточку. На 4 килограмма у нас пойдёт где-то 150 грамм морковки. Если кто-то любит больше, можно больше. Но так как я использую капусточку на вареники, на пирожки, а от морковки она делается такая рыженькая, а я люблю беленькую, поэтому я в морковки кладу не очень много. Ещё что хочу сказать, когда вы будете выбирать на рынке капусту, выбирайте её, чтобы она была беленькая и сочная. Она тогда и сладенькая, и вкусная, потому что зелёная может ещё горчить. Квасить капусту нужно после первых заморозков. Она тогда приобретает все свои вкусные свойства. Вкусная, не горькая. Вот видите, чуть-чуть я помяла эту капусточку. И посмотрите, как она уже отдала сок. Сильно мять не надо, чтобы не делать из неё кашу. Ну, вот так вот примяли, увидели, что пустила сок. И высыпаем в нашу кастрюльку. Слегка утрамбовываем кулачком. И подбавляем ещё капусточки. Я люблю капусточку делать сюрпризиком. Я люблю, когда доходишь до дна кастрюльки, что-то там найти. Поэтому я укладываю. Вот я нарезала тыковки. У меня такая вкусная тыковка. Вот. И продолжаю укладывать капусточку. Кастрюльку я покажу вот сюда. Вот здесь у меня уже наширкованная капусточка. Опять пересыпаю её морковкой. Опять пересыпаю её солью. Соль я вам уже сказала... Такие удобно поставить, чтобы было видно. Соли 4 ложки. Это 100 грамм. Можно измерять ложками. В ложке где-то 20 с чем-то грамм, смотря какая ложка. Можно взвесить на весах. Я думаю, это не проблема. Вычислить, сколько будет соли. Соли из расчёта на 1 килограмм капусты. 25 грамм соли. Если кто-то планирует чуть-чуть сделать и скушать её за недельку, можно меньше соли. Капуста должна быть чуть-чуть соленее, чем салат из капусты. Вот вы делаете салат из капусты свежий, который кушаете. И чуть-чуть добавьте, чтобы ещё чуть-чуть было соли. Опять утрумбовываем. Видите, что она уже пустила чуть-чуть сок. Утрумбовываем её хорошенько. И я перекладываю её солью. Сахар я не кладу в капусту, потому что капуста... А что-то вы кладёте? Яблочки, я же говорю. Вы сказали солью. А, ну извините, может я оговорилась. Яблочки я кладу, потому что я вместо сахара кладу яблочки. Тогда и запах, и сладость. И хочется зимой, когда уже капуста чуть-чуть приелась, хочется скушать немножко яблочек. По-моему, у меня 4 килограмма в эту кастрюльку не поместится. Надо будет завтра ещё, когда она сядется, добавить. Хорошенечко утромбовывая. Берём опять курсы капусточки. Опять пересыпаем её чуть-чуть морковочкой. Присыпаем сольки. Соль. Я беру обычную каменную соль. Ни в коем случае не йодированную. Ни в коем случае не экстру. Ну, это уже, наверное, знают все. Вы обычно делаете соленье, огурцы, помидоры. Знаете, что йодированная и экстра соль для засолки, для квашения не подходят. Потому что тогда делается рассол тягучим. Огурцы мягкими, невкусными. Поэтому мама моя делала такую капусту в четырёхвёдерной кастрюле. А мне поручало ответственное дело разрезать яблочки на четвертинки и где-то там в начале, на дне кастрюльки укладывать эти яблочки. Я говорила, что вот ты укладёшь яблочки, они будут самые-самые вкусные, потому что это ты делала. Ну, проходило там два дня, а мне не терпелось. Где же там мои яблочки? Я брала ложку, а мама утром бывала вот так, кастрюлю, эмалированную на четыре ведра. Приклала гнётом. И три дня оно было при 20-22 градусах при комнатной температуре, потом оно наносило в сене. У нас тогда не было места в холодильнике, а как обычно в деревенских домах были холодные сени. И вот она четырёхвёдерную кастрюлю отнесёт с сени, уйдёт на работу, а я быстренько возьму какую-то ложку и этой ложкой начинаю ковырять. Где же там мои яблочки? Ну, и, конечно, это и маленькая была. Делала это неаккуратно. Мама приходила и обнаруживала мои следы преступления. Говорит, приходит и говорит, что эта капуста там разбросана? Я вот так боялась чуть-чуть. Я говорю, не знаю. Но я выковыривала эти яблоки. Они, конечно, через два-три дня ещё не проквашивались. Они были обычные, свежие яблоки, но это же делала я. Вот. Поэтому воспоминания такие с детства. И вот я, когда квашу капусту, я всегда чуть-чуть на дно кладу. Хоть уже и не буду я рыться, доставать там те яблочки и тыквочку. Но я по привычке должна какой-то сюрприз в эту кастрюльку положить на дно. Мама ещё, когда не было, даже бывало такое, что не урожайный год. Вот нет яблок. Она брала вот эти кочерыжки, которые я вырезала. Капуста была с своего огорода. Она чистила. И вот такие кочанчики складывала тоже на дно вместо яблок. И это тоже было лакомство. Мы с удовольствием, мы с сестричкой ссорились, кто съест больше этих кочанчиков. Сейчас уже читаешь в литературе разной, что не ешьте, потому что пестициды, потому что там разные химикаты, яды. Вот поэтому я уже рекомендовать не буду. Если вы вырастили капусточку у себя на огороде, вот видите, даже поместилась у нас капусточка. вся кастрюлька. Она еще до завтра сядется. Вот, друзья, мы сделали капусту. Подай мне салфеточку. Пожалуйста. Мы сделали капусточку. Вот так у нас получилось здесь 4 килограмма 5-литровой кастрюльки. Если вы хотите в бутле, у вас получится 2 килограмма на 3-литровый бутыль примерно. Теперь у меня есть вот такая тарелочка. Нужно обязательно... Я вообще в нашей семье никогда мы воду не доливаем. Оно должно пустить сок само. Если у вас вдруг окажется какая-то вялая, не сочная капуста, вы можете чуть-чуть добавить водички кипяченой. Но я вот так вот прикладываю тарелочкой. На тарелочку я кладу любой гнет. Вот, например, у меня это 2-литровая баночка с водой. Можно что угодно. У кого какая гиря, у кого какой там камешек. Вот и всё. Мы капусту заквасили на Рождество, на Новый год, на вареники, на пирожки, на плаценды молдавские. Так что делайте такую капусту. Через 3 дня пробуйте. Ещё такая маленькая деталь. Вот когда завтра, например, вот уже пройдут сутки, ваша капусточка пустит сок, вы в течение дней 3-4, пока она там ферментируется, выделяет углекислый газ, вот так шпажкой, вот так прокалываете, чтобы в ней было горечи. Это будет делать легче, когда она уже чуть-чуть постоит. Прокололи там 1-2 раза в день. Как у вас там время позволяет? А в детстве, наверное, не надо было пробивать. Сама ковыряла вместо яблок. Не, ну мама качалкой, у неё была такая тоненькая качалочка, она качалкой там делала, как я помню. Вот. И вот так приложили, и в течение 3-4 дней прокалываете, выпускаете углекислый газ. Через 3 дня вы можете уже пробовать. Уверяю вас, что ваша капусточка будет хрустящая, вкусная, изумительная. И очень-очень полезная. Но она полезна, как не основное блюдо, а как добавка к другим блюдам. 3 дня у вас постоит капусточка при температуре 20-22 градуса, при комнатной температуре. Затем вы можете, если вы делали её вот так в кастрюльке, как я, можете переложить в баночки. Если вы делали её в баночки, отнесите просто её уже в прохладное место. И употребляйте её, она не портится, никаких свойств не теряет. Можете кушать её целый год. До свидания. Здоровья вам!